Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Президент Армен Акаб Рамян принял приглашение президента Союза Демократических Мусульманских Союзов. Извинения Олеви. Церковь Святой Марии в Несево и соединяется с апостольской церквью. Основан армянский батальон Нибара Озанена. Греция напомнила Германию о миллиардных репарациях. В США поставили ультиматум Турции по С-400. Мероприятие, посвященное 150-летию Кумитаса в Литве. Председатель Национального совета Западной Армении Армен Акаб Рамян в Марселе на этой неделе встретился с президентом Союза Демократических Мусульман Европы Наджибом Азергуи. Делегация во главе с Армен Акаб Рамяном в сопровождении парламентария в Западной Армении Басама Тахана и Врежа Абрамяна приняла решение представить историю алжирских воинов 6-го полка президенту СДМС, которые сражались за освобождение Килики в 1920 году. Вмешательство Армен Акаб Рамяна позволило участникам этой встречи воздать должное этим бойцам. Накануне Дня геноцида против армян напомнить всем приверженности правительства Аристид Бриана отказ в качестве официального представителя посла подписания Северского договора о защите гражданского населения Килики. Знак благодарности президент Армен Акаб Рамян подарил господину Азергуи флаг Западной Армении. В ходе встречи Басам Тахан впервые в истории попросил почтить память алжирских солдат в минуты молчания, а затем выступил с речью об исторических принципах ислама в европейском обществе. 24 апреля 1915 года человечество стало свидетелем одного из самых страшных массовых убийств в истории. В результате национальных восстаний на Балканах в XVIII веке начался развал Османской империи, который ускорился в XIX веке. Чтобы удовлетворить денежные требования капитализма проникшего в страну, была проведена политика в форме конфискации имущества у христианских народов посредством терроризма. В 1894 по 1996 годы в провинциях Ван-Эрзрум и Сасу в Западной Армении, где проживало большое количество армян, было убито более 300 тысяч армян. В 1909 году во время резни в Адане проливалась кровь армян, процесс который начался 24 апреля 1915 года в Константинополе с арест армянской интеллигенции продолжился и завершился геноцидом поле полутора миллиона западных армян, детей, женщин, пожилых людей и молодежи. Принятие геноцида против армян, а также материальная и моральная компенсация будут рассматриваться турецким государством как универсальный акт. Мы призываем всех приложить гуманитарные усилия, как движение возвращения к личности Олеви. Мы разделяем боль и горе армянского народа. Мы осуждаем массовое убийство армян. Мы приносим извинения армянам, как Олеви. Церковь Ла-Мадлен, построенная выжившими после геноцида против армян, была вновь благословлена католикосом. После 2012 года она снова восстановила свои позиции. Я мечтал, мечтал, чтобы церковь, которая была построена первой нашими отцами во Франции и была помазана в 1928 году, снова станет армянской апостольской церкви. И эта мечта осуществилась. Слова Решара Тагваряна, председателя совета директоров церкви Мариам Аства Цацинь. Президент Западной Армении Армен Акабрамян также присутствовал на церемонии воссоединения церкви Святой Марии в Нисси. После единогласного решения 7 апреля 2019 года церковь присоединилась к французской гепархии армянской апостольской церкви. Священные обряды провели епископ Ваану Ванисян и епископ первопрестольного Святого Чмеацина Аршак Хачатрян. Армяне Северной и Восточной Сирии в Рожеве создают первый армянский батальон в честь Нубара Озаняна и днем создания батальона объявят 24 апреля день геноцида против армян. Мы, дети армянского народа, убитого и изнанного во время геноцида, совершенного против армян, пришли сегодня сюда, чтобы укрепить регион Рожеве и защитить Рожеву от террористических нападений турецкого государства и бороться с ними. Основываясь на идее, что если у нации нет армий, то нет ничего. Мы создали огромный союз для защиты армян и всего народа Рожевы. Мы хотели сделать это не только как день памяти жертвам геноцида, но и как день восстания и сопротивления против сегодняшних представителей фашистских организаций, совершивших геноцид. Принимая во внимание 104-летие геноцида и реальность сегодняшнего дня, мы создали свои собственные силы против всех видов давления, преследований, массовых убийств и нападений. Как армянский батальон имени Нубаро Заняна, мы больше не переживаем геноцид. С этой целью мы будем дальше развивать нашу самоорганизацию для дальнейшего расширения нашей революции. Афины намерены отправить Берлину формальную дипломатическую ноту с требованием выплатить миллиарды евро репараций. Решение официально поднять этот эмоционально заряженный вопрос поддержало большинство греческих парламентариев. В докладе, составленном после тщательного изучения записей из национальных архивов США и России, Межпартийный комитет посчитал, что Берлин должен Афинам 12 миллиардов за беспроцентный оккупационный заем, в частности, захват золотого запаса Греции, который пошел на финансирование нацистской кампании в Северной Африке. Кроме того, 288 миллиардов евро должны возместить разрушения, которые понесла страна во время Второй мировой войны. Германия в послевоенные годы выплатила жертвам национал-социалистического режима в Греции компенсации на общую сумму в 115 миллионов марок ФРГ, которые по договору от 1960 года покрыли все индивидуальные требования. США введут санкции против Турции, если Анкара не откажется от покупки российских ЗРК С-400, заявил американский сенатор-демократ Боб Менендес в интервью греческому изданию Катиме Рини. Он добавил, что Вашингтон может перенести свою военную базу из Турции в Грецию. Сенатор также исключил поставку в Анкару самолетов пятого поколения F-35. Никогда не будет F-35 рядом с С-400. Этого никогда не произойдет. Это позиция обеих партий в Конгрессе, заявил Менендес. Отвечая на вопрос о том, рассмотрит ли США вопрос о переводе американских военных баз из Турции в Грецию, если отношения между Вашингтоном и Анкарой ухудшатся. Менендес ответил, что Вашингтон сделает все возможное для защиты своей национальной безопасности, включая перевод военных баз. В историческом комплексе Палиеси-Ауз-Дворас Игнолинского района Литвы состоялось инициированное и организованное посольством Армении в Литве мероприятие, посвященное 150-летию Комитаса. На мероприятии с приветственным словом выступил посол Армении в Литве Тигран Макарчан. Он выразил благодарность руководству комплекса за проведение мероприятия, отметив, что этим концертом в странах Прибалтики начинается неделя армянской культуры, посвященная 150-летию Комитаса и 104-й годовщине памяти жертв геноцида против армян. С фортепианными произведениями Комитаса Арама Хачатуряна, Аллана Ованаса и других выступил профессор Ереванской государственной консерватории имени Комитаса, директор дома-музея Арама Хачатуряна Армине Григорян. Во второй части программы Армине Григорян и заслуженные деятели искусств Латвии Рафиха Раджанян в формате фортепианного дуэта исполнили произведения выдающихся армянских и литовских композиторов, которые были высоко оценены аудиторией. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию исполнение Офелии Амбарцумен. Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!